Всем привет! Сегодня хочу поведать вам про такое классное и довольно-таки популярное место, как Бату Калнас в Литве. Это такой магазин обуви, в котором очень много моделей и переводится название, кстати, именно как Гора Обуви или Гора Ботинок. Кстати, в этом магазине действует возвратный налог, друзья, Shop Tax Free, так сказать. Это значит, что если, например, человек прилетел из другой страны, погулял по Литве, зашел, купил себе что-то в таком подобном магазине, который поддерживает вот эту систему Shop Tax Free, то приехавший в Литву человек может заполнить какой-то документ в этом магазине и оформить документ для возврата средств. Вы покупаете там обувь, запираете этот документ с собой, а потом уже в аэропорту при вылете из Литвы вы даете этот документ в специализированную стойку рядом с предполетным досмотром. Вам вернут какую-то часть денег, которые вы потратили в этом магазине. Итоговый возврат составит сумму НДС 21% за вычетом комиссии Global Blue. Я не знаю, как бы стоит ли с одной пары обуви возвращать этот налог, смотрите сами. Но вот, например, если вы купите несколько пар обуви, то возвращаемая сумма будет уже достаточно большой. Классно таким образом покупать, например, технику, компьютеры, фотоаппараты и тому подобное, ведь с той суммы крупной вам могут вернуть и 100 евро, и 150 в зависимости от стоимости вашей покупки. Напомню также, что вся эта тема с возвратом средств работает только для тех, кто официально проживает в стране, не состоящей в Евросоюзе. Подробнее об этой теме расскажу в следующем ролике, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить его и еще много других информативных и интересных роликов. Ну, в общем, вернемся к Бату Калнес. Выглядит магазин как очень приличный аутлет или секонд, потому что обуви реально много. Но у нас в Украине в подобных магазинах ассортимент, мягко говоря, уставший. Вещи могут быть потрепанными и даже нехило так ношенными в случае с секондами. Иногда там висят такие вещи и обувь, что удивительно, как человек вообще отдал эту вещь на доноску. Также один из минусов у подобных украинских магазинов, что если хочешь что-то хорошее найти, нужно перелопатить кучу вещей так, что потом кружится голова от всего того разнообразия. А в случае с Бату Калнесом все довольно лучшее, ибо там не секонд, а аутлет полноценный. Вещи все абсолютно новые и не ношеные. Качество той обуви на полках довольно высокое. Большая часть обуви завесена из Евросоюза. На многих парах обуви есть специальная наклейка с обозначениями, какая часть данной конкретной обуви из какого материала изготовлена. Подошва сделана из-за этого. Обшивка из-за этого, утеплитель из-за этого. Обувь полностью новая и не ношеная. Еще раз повторюсь. По стоимости можно найти обувь как за 3 евро, так и за 100. Но в среднем хорошая обувь может идти от 20-50 евро без вопросов. Модели представлены фирмами Raker, Tom Taylor, Skechers, Dockers, Kappa, Nike, Didas и другие. Вот, к примеру, в Украине за 20 евро, это 800 гривен, нужно поискать еще качественные осенние сапоги или фирменные, а не китайские кроссовки. Также в этом магазине есть резиновая обувь, у кого ее нет в Литве, то можно найти там. Резиновые сапоги, например, бывают незаменимыми вещами для похода в лес или для защиты от сырой погоды. В мужском отделе обувки действительно очень много, я не разбираюсь в мужской моде особо, поэтому с Ори брала все подряд. Люди иногда с 10 пакетами уходят из этого магазина, и реально классные вещи иногда можно выцепить. Есть маленькое пожелание, правда, ко всем посетителям. Убирайте, пожалуйста, всю обувь, что вы меряете, на место, где взяли. Ведь девчонки-сотрудницы, они и так как бы носятся, как пчелки, а потом еще и за людьми разносят все то, что не подошло. Поэтому поддержите, девчата. Также в Бату Кавнасе есть стенд местного литовского дизайнера обуви. Он расположен рядом с кассой. Там находились симпатичные, помню, кроссовочки, которые он разработал. Поэтому обратите внимание в следующий раз на него, и можете написать в комментариях его имя. Ибо я, к сожалению, забыла его, а в интернете найти мне не удалось. Считаю, что таких людей должны знать. Поддержите лайком видео, если оно вам понравилось, и вы хотите больше подобных интересных видео. Это будет очень меня мотивировать. Вот такой вот ролик о литовской обуви на примере одного достаточно популярного магазина. Всем хорошего времени суток, друзья, и до встречи!